Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк, расскажу вам на основе абсолютно подтвержденных научных фактов, почему Россия является убийцей Новгорода. Не наследником, не каким-то там родственником, а именно убийцей, которая уничтожила Новгород. И сейчас туда поехал или поедет российский вождь Путин и будет рассказывать о том, что Новгород первая столица России или Руси. И будет все опять вместе лепить Горбатого, так сказать, и всяческие фальсификации выдавать об истории, свой псевдоисторический словесный понос выдавать за экспертную оценку. В чем главная ошибка в попытках идентификации Новгорода с современной Россией и вообще с Русью? Ну, первая ошибка состоит в том, что Новгород никакая не Русь. То есть есть масса, совершенно огромное количество источников, которые абсолютно четко утверждают, что ни в девятом, ни в десятом, ни в одиннадцатом, ни в двенадцатом, ни в тринадцатом веках Новгород не был Русью. Это абсолютно очевидно. Никакой столицей, соответственно, он не мог быть. Тем более не могла быть столицей Руси какая-то деревень, финская деревенька Латтока, из которой пытаются на сегодняшний день тоже слепить название Руси. Копали-копали там археологи, ничего не накопали. В той Латтоке, скорее всего, в действительности когда-то переночевали пару раз викинги, но вообще-то где они только не ночевали, эти викинги. Поэтому, друзья, Новгород не был Русью. Я сейчас вам приведу огромное количество источников, но после того, как расскажу другие аргументы. Следующий аргумент состоит в том, что Русь это никакие не варяги. То есть в летописях четко, абсолютно десятки источников есть о том, что Русь перечисляется с варягами через запятую, то есть как отдельная, совершенно отдельная этническая единица. Более того, в летописях есть источники, которые говорят, что Русь спорила с варягами. То есть Русь спорит с варягами. Представьте себе. И вот я приведу, например, летопись, это Никоновская летопись, о событиях середины 11 века. И поедет Володимир на Царгород, это Владимир Ярославович, сын, соответственно, Ярослава Мудрого. И поедет Володимир на Царгород в лодях, и прошед пороги, и придоша в Дунае, Рикоша, Русь, Володимиру, станем здесь на поле, а варязи Рикоша поедем под город, и послуша Володимир варягов, а от Дуная поедет к Цасарьограду и свои по морю. То есть, если Русь равна варягам, то они говорили сами с собой. А потом Владимир, Володимир послушал кого-то из них. То есть, это совершенная чушь собачья рассказывать о том, что варяги это Русь. Это, ну более того, есть огромное количество просто источников, которые утверждают о том, что Русь это центральная часть Украины, по крайней мере, с 4 века. Первое упоминание Руси, первое, самое раннее, это историк Годский Йордан по отношению к событиям 4 века. То есть, это достаточно четкий, датированный манускрипт, который с 6 века манускрипт, который тысячу раз подтвержден уже учеными. То есть, там есть народ Роуз. Точно так же о Руси пишет сирийский автор, псевдозахарий Риттер, и опять по отношению к территории Украины. То есть, какие варяги, дорогие, какие варяги, о чем речь? Есть еще масса источников в том же духе, которые абсолютно четко показывают. Персидские источники с тысячу, извините, с 640-х годов, которые рассказывают о Руси в центральной части современной Украины. Есть бертинские аналы, есть еще франкские источники, которые говорят о Руси 839-й, 821-й. Есть такой баварский географ. То есть, до всяких варягов Русь, это уже на территории Украины. Более того, есть бертинские аналы, соответственно, 839-го года, которые рассказывают о том, что у Руси был вождь, его звали Каган. То есть, представьте, не Один, не Тор, не Викинг, не, как там назывались, варяжские, соответственно, военачальники. А назывался совершенно иначе. То есть, необходимо абсолютно четко понимать, что история с привязыванием Руси к варягам – это полная и окончательная чушь. То есть, да, были варяги. Варяги были, они принесли династию, но они принесли династию уже в существующую Русь, которая была в Центральной Украине. Нигде, ни в Залесе, ни в финской деревеньке Латока, ни в Смоленске, ни в Новгороде, нигде там не была Русь. Я об этом вам еще раз подчеркиваю. Сейчас приведу очень большое количество источников летописных, которые каждый может открыть, посмотреть, правильно ли я цитирую, и понять, в конце концов, почему в советские времена эти все источники были закрыты, почему летописи издавались не в оригиналах, а в пересказах. Представьте себе. Поэтому это вторая вещь. Первая вещь – Новгород не был Русью. Вторая вещь – Русью не были никакие варяги. И, соответственно, когда приходили варяги, они никакую столицу никуда не переносили. Например, князь Олег, если вы прочитаете ипатьевскую летопись, когда русские любят говорить о том, что Киев – мать городов русских, так вы сначала прочитайте, что там написано в летописи. Киев все будет мать городом Руським. Вот так написано, а не все будет, по-украински написано там. Вся эта фраза, соответственно. И города русские в те времена – это города по периметру 150 километров вокруг Киева. По радиусу 150, может быть, даже меньше в некоторых районах, до 110 километров вокруг Киева. Вот это русские города. И, соответственно, Киев – мать этим городам. И залесье во время Олега в 882 году, когда эта фраза произносилась в соответствии с нашим летописием, никакое залесье и даже еще не было в зависимости от Киева. Потому что в зависимости от Киева залесье попало при Святославе Хоробруму, киевском князе, в 960-х годах. В такую плотную зависимость, ну хотя бы какую-то зависимость. Позже уже при Володимире Великом еще большую начали уже дань платить. Поэтому это абсолютно очевидные вещи. И, наконец, есть еще две, два аргумента, почему то, что будет рассказывать Путин – это чушь собачья. Какое отношение имеет современная Россия к шведам? Потому что варяги – это шведы. Это не выходцы из Балтийского моря, не славяне, о которых рассказывал Питер I в свое время хотел выдумать не шведов, а каких-то других варягов. И выдумывал их то в Голландии, то в Рюгене, то еще где-нибудь. Какое отношение имеет Россия к шведам? Шведы в НАТО на сегодняшний день. И, наконец, главное, о чем я хотел сказать, и сейчас вы это все очень четко на основании абсолютно верифицированных источников, вы это все прочитаете, что Россия своими усилиями самого своего зарождения в середине XII века всегда хотела уничтожить Новгород, уничтожить физически, геноцидно. И, в конце концов, она это сделала. То есть, Московия сегодня, наследник Новгорода приблизительно в такой же степени, как, например, охранники Бухенвальда были наследниками тех узников, которые были в Бухенвальде. Вот такое вот наследие Новгорода. Потому что даже советский историк Кобрин показывал документы, в которых после геноцида московитами Новгорода в 1569 году в 90% домов во всей новгородской земле не осталось ни одного живого человека. То есть, убито гораздо больше, чем 90% населения. Возможно, 95%. Поэтому современные новгородцы, которые там живут, на территории Новгорода, может быть, они на 5% потомки новгородцев, может быть, но это не точно. Они потомки, скорее всего, окрестных московитов и каких-то там северных финно-угорских народностей. Поэтому, кто не верит, я сейчас все это очень документально, на фактах докажу. Таким образом, ну, если вы хотите посмотреть перечисление фактов о том, что варяги не являлись Русью. То есть, посла навесную посла князь Великий Ярослав, сына своего Володимира на греки. Уда ему вои многие, варяги, Русь и воеводство заступив и шатя Янове отцу. То есть, варяги и Русь среди воев многих. Русь и варяги отдельные единицы. То есть, в самом этом предложении летописном, на которое ссылаются многие, что действительно написано в летописи, что о призвании варягов и что, мол, варяги являются Русью, то даже в этой летописи, на этой же страничке, представьте себе, то есть, на этой же страничке летописи написано, что Киев назывался Русью раньше, в 854 году минимум. То есть, здесь же написано, то есть, когда призывали варягов в 862-м, летопись говорит, что Русь уже была в Киеве, уже называлась задолго до, ну, не задолго, а до этого. И, наконец, есть очень интересный факт о том, что Русь, оказывается, зовет варягов. То есть, если бы варяги равнялись Руси, то разве бы Русь звала себя, сама себя? Потому что, смотрите, цитирую летопись новгородская кормчая. То есть, получается, что Русь сама призывает варягов, ну, представьте себе. Точно то же самое варсонофьевской кормчая. При сего цесарства придуша Русь, чуть словени кривичи к варягам, реша земля наша велика и обильна, а наряда в ней нету, приходить княжить и владеть нами. Точно та же сеноидальная рукопись. Я даже не буду это все рассказывать, пересказывать. Точно то же самое. Лорентьевская летопись, 1377 год. То же самое. Русь среди тех, кто приглашает варягов. Реша Русь, Словения, чуди кривичи. Так как варягов сами опять приглашали сами себя. И, наконец, есть очень хороший факт, который показывает полную несостоятельность того, что говорят о том, что варяги вроде бы это Русь. Почему? Потому что Балтийское море везде у славян и у византийцев называлось варяжским. А русским называлось черное. Поэтому не могло существовать такого топографического кретинизма, который бы полностью переворачивал эту ситуацию, если бы Русь была на севере, а варяги были Русь. Русьское море это черное море. Даже у немцев. А путь из варягов в реки, это путь именно из Балтийского моря в Черное, в Константинополь, а не путь из Киева до Черного моря. Это абсолютно элементарная вещь. Элементарная вещь. Ну, Бертинские анналы я уже упоминал в 839 год, когда упоминается властитель Каган Рос. Неужели у варягов были не Каганы, а не Ярлы? Поэтому все это попытки сделать Русь от варягов, вывести это начало, это все для чего делается? Для того, чтобы сделать Русь ничьей, так сказать. Ну, шведы там где-то далеко. И затырить ее у Украины. Поэтому еще раз. Материалы, в которых идутся... Материалы, летописи и, соответственно, документы очевидцев, о которых идет речь о том, что Русь это именно территория центральной Украины. Гетика, годского историка Иердана, 6 век, о событиях 370-х годах. Он упоминает о народе Рос на территории Украины. Псевдо-Захарий Риттер, середина 6 века, точнее 555 год. Житие Георгия Амастритского, о событиях 820-840-х годах. Опять Русь. Не где-то там какие-то варяги, а на территории Украины. Географ Баварский, описание городов из земель на север к Дунаю, 821 год. Опять-таки Русь на территории Украины. Среднеазиатский ученый Аль-Харизми, книга картин Земли, 840-е года. Опять-таки Русь на территории Украины. Поэтому, что такое Русь? Я вам четко скажу, что Русь это не Россия. Это как Россия, к Руси относится так, как гонорея к гонорару. Соответственно, и Новгород не Русь. Потому что, вот я привожу летопись, ипатьевскую летопись, как наиболее полную, расширенную. Но то же самое есть и в Лаврентьевской. То есть, вы можете посмотреть, открыть. Это сейчас, пока что в России еще не запрещено читать летописи, пока что. Потому что в советские времена без согласия КГБ их читать было невозможно. И вот, что там пишется. Ипатьевская летопись. Ну, например, после убийства Андрея Боголюбского, Владимирские бояры из Владимиро на Клязьме говорили. Князь наш убит, по летописи. А детей у него нет. А сынок его в Новгороде, а брат в Руси. То есть, Новгород и Русь это разные вещи. 1180 год. Когда Святослав возвращается из Суздаля, летопись сообщает. А когда вышел он от Суздальской земли, то отпустил брата своего Всеволода и Олега, сына своего и Ярополка, в Русь. А сам с сыном Владимиром пошел в Новгород Великий. Новгород Великий, не Русь. Ипатьевская летопись. 1180 год. Читайте. Летописи 1148 год. Когда Великий Киевский князь Изяслав Мстиславович пришел в Новгород, чтобы вместе с новгородцами, которых возглавлял его сын Ярослав, идти на Юрия Долгорукого, Киевский князь говорит новгородцам. Вот, братья, сын мой, и вы прислали ко мне, что вас обижает Стрый мой Юрий. Стрый это дядя по-украински. На его я пришел сюда, оставив Руську землю. То есть он пришел в Новгород и оставил Руську землю. Соответственно, Новгород не Русь. Когда в том же году, то есть 1148, киевское и новгородское войско пошло войной на Суздаль, летопись четко разделяет новгородцев и Русь. И оттуда послали они новгородцев и Русь опустошать Ярославль. И в то время пришли новгородцы и Русь опустошив от Ярославля и добычи много они принесли. 1141 год, летопись Ипатьевская. Опять читаем. А когда Святослав Ольгович удирал из Новгорода в Русь к брату, то послал Всеволоду навстречу ему. То есть Новгород не является Русью. Очень элементарно это все можно проверить на берестяных грамотах, которые были откопаны на территории Новгорода. Там тоже самое написано, что из Новгорода едет в Русь. Новгород не Русь. Не Русь. 1215 год. Это уже новгородская летопись, кстати говоря, когда князь Мстиславу Датны из киевской династии, сын Мстислава Хороброва, который разгромил Залишан в сражении под Выжгородом. Он покинул Новгород, возвращается на свою родину в Русь, то есть центральную Украину. И вот как пишет новгородская летопись. В лето 1215 по новому стилю. Поиде князь Мстислав по своей воле Киеву и створи витце новгородцы на Ярославле двори и речи новгородцам. Суть мы орудия в Руси, а вы вольны во князях. Что это значит? Это значит, что князь сказал новгородцам, мы князья орудия Руси, мы служим Руси, а вы свободны, кого хотите, вольны во князях, то есть кого хотите, того и выбирайте. То есть единственное во всей летописи, во всем массиве упоминание о каком-либо другом не киевском происхождении название Русь записано в новгородской летописи, где сказано, что и от тех варягов, пришельцев, приходьков, называется Русь и от них носит название Руська земля и новгородские люди до этого дня от Реда Барашского. Но все российские ученые, в том числе серьезные ученые и шахматов и другие, они говорили, что это поздняя вставка, потому что еще раз на этой же странице летописи идет речь о том, что Киев назывался Русью до этих событий, по крайней мере 854 год, раньше, чем эти события 862 год. А во-вторых, идет речь о том, что сама Русь приглашала варягов, то есть представьте себе, это вставочка, которая спутала там, ну кто-то там в Новгороде или в Суздале, они боролись после монголо-татарского ига за какое-то свое понимание, видение мира, уже отвязанное от Киева, так сказать. И выдумывали вот такие вещи совершенно противоречивые, вставляли их в летопись. Вот и в списке летописей, соответственно, 14-15 века вот эта вся чушь попала, одним абзацом взаимопротиворечивый в самом себе. Вот. И то, что Путин и вся вот эта российская историческая наука танцует возле этого, это свидетельствует о ее полном, ну, скажем, неадекватности, мягко говоря. То есть Варяжское море, это море Балтийское, там варяги. А Руське море, это Черное море, потому что там Русь. Здесь очень все просто и понятно, и не бывает такого топографического крестинизма. Почему сейчас Путин уцепился за этих новгородцев, за этот Новгород? Потому что по летописи, по летописям, среди всех славян только новгородцы на территории современной России. Даже вятичи в перечне славянских племен не упоминаются. То есть они были, да, славяне, выходцы из Ляхов, как пишут у нас летописи. Но в перечне славян, в таком классическом, скажем так, каноническом, они не упоминаются. Все ботокмо, славянский язык в Руси. Поляны, древляны, новгородцы, палачане, дреговичи, северо, бужаны, которые сидят к богу, волыняны. А все суть иные языцы, и же дань дают Руси. Чуть весь Путин весь. Меря, это самое главное племя в Владимира Суздальском княжестве в будущем. Мурома, Черемис, Мордва, Пермь, Печора, Ямь, Корси, Либь и так далее. Все суть свои языки имущие колена Яфьетова и же живут в странах полуночных. То есть нету славян на территории России. Нету. Поэтому Путину, всем этим брехунам нужно прицепиться к славянской истории тех новгородцев, которых московиты уничтожили. Практически поголовно. И как я вам сейчас вот это все расскажу. Вообще только появляется Московия, она сразу начинает воевать с Новгородом. Сразу же. 1170 год. Идут на Новгород. И соответственно основатель Галицко-Волынского княжества Роман Мстиславич их там громит. И после этого Суздальцев продают в три раза дешевле, чем баранов, чем овец. Это 1170 год. Новгородцы были в очень большом пафосе от этой победы. Писали иконы и так далее, и так далее. Потом зима 1215-1216 года. Как я уже говорил, Суздальцы организовали голодомор в Новгороде. Реальный голодомор в этом древнем владении киевских князей. И голодной смертью погибли очень многие новгородцы. И только киевское войско, которое пришло туда, Мстиславу Датны и еще Всеволод, сын великого киевского князя, они разбили этих суздальцев за Лишан, в том числе отца Александра Невского, в битве на реке Липецы и князь киевских династий Мстиславу Датны, вместе с войском, приведенным из Киевщины, возглаве с сыном великого киевского князя Романа Мстиславича Всеволодом, на голову разгромил суздальцев. Спас фактически от голодомора. И там же написано в этой же новгородской летописи очень много упоминаний в новгородской собственной летописи о том, что Новгород не Русь. То есть они не считали себя Русью. Вот я вам процитирую сейчас приблизительно с тех же времен. Ну короче, епископа пригласили, Мстислави все новгородцы, и послаша в Русь ставится. И при Д поставлен архиепископ Антоний, то есть они посылали в Киев, соответственно, в Русь, чтобы им поставили архиепископа Антония. Вот. И что там дальше? Ну о том, как этот был, попытка голодомора постоянная со стороны Московии организовать, ну из-за леси этого, организовать уничтожение Новгорода. Зачем? Почему? Ну вот так. А зачем на нас напали сейчас? Ну что хотели уничтожить, убить хотели. И вот как пишут летопись новгородская. И за я князь верш на торжку не пустив в город ни воза, а в Новгороде злобость вельмой, купляху кадер ржи, каде, это значит бочка ржи, по 10 гривень, а овса по 3 гривни, а репу воз по 2 гривни, ядяху люди сосновую кору, и лист липов, и иный мох, и, короче, в братскую могилу огромную, в скудельницу набросали туда трупьев. И вот как пишут, о горе бяше по торгу трупье, по улицам трупье, и не мажаху псы, и з'ядяйте человек, и по полю лежаху, и вожане помроша, а останок разъедайте. То есть, вот так, таким образом, суздальцы, так назывались тогда еще предки московитов, устроили голодомор Новгорода, древнего владения киевских князей. И, соответственно, на помощь пришло киевское войско, долго убеждало вот этих залезских князей, они им говорили, что вы пришли, как рыба, выскочили к нам, издалека пришли, мы сейчас вас всех разделаем, и так далее. Упирались, упирались, а чем это все закончилось? Разбили киевское войско, соответственно, этих залешан. И, как пишет лебедопись, князь же Юрий, это залезский князь, узрей Ярослав полк побежь, увидел, что его брата полк убежал, Ярослава это именно отец Александра Невска, и той прибежав в Володимир о полудне на четвертом коне о трех удушив, то есть на четвертом коне прискакал, а остальные подохли. В первой срачице, срачице это рубашка, значит, подклад и ты выверх, то есть даже без седла, то есть без подклада. А Ярослав же так уж прибегл один в Пыряславе на пятом коне, а четырех удушив и затворись. Ну и короче, киевляне туда пришли и поставили князя, какой был нужен. Построили этих залешан тогда. Потом Монголо-татарская ига, и дальше. 1259 год, Александр Невский, так называемый, угрожал новгородцам татарским разорением и провел перепись для сбора дани в Новгороде. 1284 год, тоже залезский князь Дмитрий Александрович, тоже сын Александра Невского, с ордынцами брал торжок, ходил на Новгород фактически. 1341 год, Семен Городый, уже московский, выступил против Новгорода. То есть одним из его требований было, чтобы пришел к нему посадник и тысячи новгородские боссы. Потом разгромили, если вы знаете, такая битва на Шелоне, там написано в памятнике об этой битве, что здесь бились за единство русских земель. То есть новгородцы лютой бранью дрались за выживание против московитов, и это оказывается за единство русских земель. 1484 год, московиты вывезли и вообще выселили всю элиту из Новгорода, всех бояр. И так в Москве появилась вот эта Лубянская площадь, потому что в Новгороде была площадь, Лубяница такой район. Короче, московиты убили больше 90% по свидетельствам советской науки, Кобрина в частности, в районе от 90% до, скажем так, 95% или до 98% всех новгородцев были убиты в 1569 году. Но перед этим московиты тоже еще их убили очень много. И вот я сейчас вам прочитаю вот все эти истории очевидцев, как это убийство Новгорода, из которого Путин пытается вывезти Россию, как оно происходило. Краткое сказание о характере и жестоком правлении московского тирана Васильевича Альберт Шлихтинг. Сам Иван держался в лагере в миле от Новгорода, делая временем набеги на город с целью избиения людей и терзания их удивительными муками. Именно одних он рассекал, других прокалывал копьем, пронзал стрелами. Обычным родом казни у него был тогда следующий. Он приказывал оградить частоколом обширное место, поручал привезти туда огромную толпу знатных лиц и купцов, которых знал за выдающихся. Садился на коня с копьем в руке и, пришпорив коня, пронзал копьем отдельных лиц, а сын его смотрел на эту забаву и одинаково занимался той же игрой. Когда конь уставал, тиран сам усталый, но ненасыщенный, возвысив голос, кричал убийцами запричнина, чтобы убивали без разбора всех и рассекали на куски. Те, унося оттуда куски, бросали их в реку. Был придуманный другой способ казни. Множество людей получало приказ выйти на воду, скованную льдом, и тиран приказывал обрубать топорами весь лед кругом и затем этот лед придавленной тяжестью людей опускал их всех в глубину. Еще раз подчеркиваю, это писал очевидец и участник этих событий Шлихтинг, немецкий наемник. Тиран не пропускал ни одного рода жестокости при умерщвелении людей. В городе Новгороде он убил их после предания удивительным терзаниям и мукам. Из более 2770 из более знатных, богатых, не считая лиц низкоспоставленных и беспредельного количества черни, которые он уничтожил всю до полного истребления. В Новгородской области было приблизительно 170 монастырей, все их ограбил и опастушил и всех монахов и священников в них перебил. Во время той тирании, которую Иван проявил к новгородским гражданам, он перепоручил выгнать всех нищих за город и выгнанных заставил пребывать под открытым небом в то время, как все было бело от снега и замерзло от холода. Граждане, также желая избежать гибели, грозящей городу, в большинстве облеклись в одеяния нищих и дали себя выгнать вместе с ними. Огромное большинство из них, изнуренное голодом и холодом, погибло, а многие украдкой отправлялись ночью в город полный трупов, крали тела убитых и питались ими похищенными тайно. Остальные тела, которые они не могли потребить, они хранили просоленными в бочках. Когда московит узнал это, он осведомляется о причинах, почему они хранят тела умерших в проку в бочках. Те отвечали, что сделали это вынужденные голодом, а он повелел всех схватить и потопить в воде. А то, что происходит в других больших и малых городах Новгородской области и крепостях, едва могло бы уместиться в томах. А вот есть еще такое произведение, истинно правдивое описание тоже военнослужащего, который служил, англичанин, который служил на службе Ивана Грозного в 1570-й год. Там, где останавливался великий князь в городе или деревне, они грабили людей, отбирали их имущество, отпускали в одних рубашках. То, что великий князь со своими людьми не мог съесть, все это он сжигал и уничтожал. Даже хлеб разбрасывал по дорогам, чтобы никто не мог его использовать. На дорогах повсюду лежали мертвые тела и сани должны были переезжать их, дикие звери и собаки пожирали их. Затем, за неделю до начала поста он внезапно напал на Новгород и учинил большую беду грабежом и убийствами. Не было ни одного дома, где бы они не переломали и не разбили ворота, двери и окна. Это были постыдные и жалкие деяния. Стрельцы принуждали к блуду благородных и честных женщин и девиц. И они так бесстыдно насиловали их, что многие женщины из-за этого лишились жизни. Потом они взяли примерно несколько сотен женщин и девиц, разделили их до нога и привели их на приготовленное место, высланное досками. И их ставили по 50 человек на это место совсем обнаженными. И когда великий князь ходил туда, он их спрашивал, что они сделали. И так эта аудиенция продолжалась, пока они не замерзали. Потом тех людей для потехи и удовольствия бросали в воду, которая еще не совсем замерзла и топили их. Потом они захватили несколько тысяч пленников, связав мужчин и женщин вместе за руки и привязав детишек на грудь матерям, бросали их всех вместе с копом в огромную реку, которая там имеет глубину 8 фаденов около 14-16 метров. Из-за этого река от дна до верху была совсем заполнена, течение реки задержалось и пришлось заталкивать мертвые тела под лед, чтобы течение унесло их прочь. Потом они подвесили за руки несколько сотен благородных людей и начальников города и одежду на теле у них зажигали огнем, чтобы она жалким образом горела на них. К тому же крепко привязывали каждого из тех за локти или за бедра позади саней и быстро тащили по городу и когда они сворачивали за угол из-за того, что их тащили так быстро у одного ломалось бедро у другого рука. Все это они творили примерно полдня, после чего бросили их всех в воду и утопили. После того, как он ограбил весь город и самых благородных взял под стражу и убил, он таким же образом посетил и монастыри и полностью их ограбил. Также почти три сотни монахов привязали спиной к саням и гонялись с ними вокруг. Потом они оставили их лежать на всю длинную ночь в эту холодную зиму и с наступлением следующего утра оглушали дубинами по голове и бросали в воду. И какую тиранию великий князь творил над подданными, такую же и над скотом, принадлежавшим им, над лошадьми, быками и коровами. Со спин у них снимали шкуру, драли до мяса, потом забивали дубинами и топорами. Ну и так далее. Генрих Штаден в записке о Москве, тоже наемник, сам занимался грабежом с опричниками место. Монастырей внутри и вне Новгорода было до трехсот и ни один из них не был пощажен. Потом начали грабить город. По утрам, когда великий князь подъезжал из лагеря к городу и навстречу выезжал начальник города и великий князь узнавал таким образом, что происходило в городе за ночь. Целые шесть недель без перерыва длились ужасы и несчастья в этом городе. Не в городе, вот за шесть недель он убил 90% населения не только Новгорода, но всей Новгороди. Ни в городе, ни в монастырях ничего не должно было оставаться. Все, что воинские люди не могли увезти с собой, то кидалось в воду или сжигалось. Если кто-нибудь из земских пытался вытащить что-либо из воды, того вешали. Затем были казнены все пленные иноземцы. Большую часть их составляли поляки с их женами и детьми и те из русских, которые поженились на чужой стороне. Были снесены все высокие постройки, были иссочены все красивое, ворота, лестницы, окна. Опрычники увели также несколько тысяч посадских девушек. Дальше. Иоанн Таубе и Элерт Крузе. Великого князя Московского «Неслыханная тирания». Тоже участники с 66 по 72 год 16 века. Они были советниками Ивана Грузного, соответственно, обстоятельно и все видели и очень описали ярко. Нельзя описать, откуда возникла эта дьявольская злоба и воображение, тем более установить точные причины. В этом дьявольском безумии вместе с младшим сыном выступил он с большим войском. Слово она шел против отъявленного врага. На пространстве 40-50 верст посылал он несколько тысяч людей, приказывая казнить, грабить и душить во всех селах, городах и местечках. Когда он достиг известного города Новгорода, остановился он в четверти пусти от него в монастыре, называемом Городище, и приказал обложить город все улицы и на следующий день поймать всех знатных новгородцев, архиепископа посадил он на белую кобылу, дал ему в одну руку русские гусли, а в другую дурацкую палку и приказал в таком виде привести его к себе. То же самое совершил он со многими тысячами священниками гуменов, купцов, веремесленников. Все состоятельно известные люди были пойманы, дома их запечатаны и в них были посажены пищальники. Он пытал и мучил их для того, чтобы они указали, где находятся их деньги и церковное добро, а затем он приказывал принести все согласно их указаниям. Церкви и монастыри были так ограблены, что не осталось ни одной иконы ценой в полгульдена, ни колоколов, ни церковной утвери. Сверх того, несмотря на то, что было найдено такое большое добро, били попов, игуменов и купцов поколениям, чтобы они сказали, что они имеют. Грубые товары, как-то воск, лен, сало, меха и другие велел он сжечь и бросить в воду. Шелк, бархат и другие товары были бесплатно розданы палачам. И имеется также определенные достоверные сведения, что он приказал убить 12 тысяч именитых людей, мужчин и храбрых женщин. Что же касается до безвестных бедных ремесленников и простого народа, то было их больше 15 тысяч. Большая знаменитая река Волхов, которая в два раза больше, чем Прегель под Кенигсбергом, была так наполнена мертвыми телами, что окрасилась в этом месте в цвет крови и должна была установиться у мостов. Один из его опричников дал из особого, ну это такая частная история. Все посевы в полях и селах, города и дворах были сожжены и не уничтожены, так что в стране начался такой голод, какого не было со времен разрушения Иерусалима. Один человек ел другого, даже матери ели своих детей. Трупы вскапывались из могил и съедались вместе с другими противоестественными вещами. Кровожадный тиран, пробыв шесть недель в Новгороде, опостошив город и ближайшие окрестности более чем на 150 немецких миль кругом, так что нигде ничего не осталось. И вот это истребление всего, в том числе животных, скота, расписывает и новгородская третья летописи. В скирдах намолоченный хлеб повеле огнем сжигать, и скот всякий, лошади и коровы повеле посекать. А вот Джером Гарсей, английский посол, тоже о уничтожении Новгорода. Иван ворвался туда с 30 тысячами своих татар и 10 тысячами своей охранной стражи, которые обесчислили всех женщин и девушек, ограбили и захватили все, что находилось в этом городе, его казну, сосуды, сокровища. Убили людей молодых и старых, подожгли их склады, хранилища товара, воска, льна, сала, кожи, соли, вин, одежды и шелка. Растопившиеся сало и воск залили стоки и на улицах смешавшись с кровью 700 тысяч убитых мужчин, женщин, детей. Мертвые тела людей и животных запрудили реку Волхов, куда они были сброшены. История не знает столь ужасной резни. Разрушенный такими действиями город был оставлен безлюдным и пустынным, а царь вернулся с армией и пленными из Ливонии в город Москву. По пути он приказал военачальникам и другим чиновникам выгонать из городов и деревеней в округе на 50 мыль людей всех сословий, дворян, крестьян, купцов, монахов, старых и молодых с их семьями, добром и скотом и отправить московитого чистить и населить разрушенный Новгород. То есть по псковским летописям число жертв 60 тысяч человек. И по сообщениям Курбского, который дискутировал с Иваном Грозным, только за один день он убил 15 тысяч новгородцев. Вот как, например, писал Гваньини. Это очень интересный польско-итальянский автор Александр Гваньини. Тоже 16 век. Московиты истребляли весь вьючный скот. Деревни и села они придавали огню. Дозорные же приспешники, которые стерегли проезд по дорогам, никому не позволяли пройти. Сам Иван вместе со старшим сыном очень многих собственноручно пронзил копьем. Потом он приказал огородить деревянным забором с бревнами две обширные площади и заполнить их закованными именитыми градочданами. Обрубленный лед он отдал в качестве добычи своим приспешникам награбленные товары. Бедняков и нищих, которых из-за страшного голода варили и ели трупы приспешников, по приказанию государя убили и утопили убитых в реке, а все товары разного рода снесли в одно место и сожгли, которые не могли увезти. Якоб Ульфольд тоже из тех же приказал всех там. Ну короче, это я могу очень и очень долго рассказывать. Вот еще есть Павел Одерборн жизни Анна Васильевича великого князя Московии. Как сигнал для совершения убийств в Новгороде был избран момент, когда в церкви народу давали святое причастие, сопровождавшееся колокольным звоном. Представьте себе. Свита невзирала наполнена возраст. Погибали изрубленные на части люди из скота, опозоренные насилием девушки, проколотые копьями дети, разрушились подожженные постройки города, объятые пламенем. 700 женщин с несчастными детьми было утоплено в реке Волхове под приглогом Тамво, будто они пренебрегли приказаниями честью государя, намеревались под конец жизни помолиться домашним иконам, не спросив на то позволения палачей. Они были подвергнуты недостойным поношениям, это час же брошенных с детьми в воду. Знатные горожане, задушенные ремнями, вывешивались из филенчатых окон. И даже сенаторы, посадники, их помощники, запертые в здании, где заседали, уничтожались особо усердствовавшими холопами. Ничего ужаснее этого зрелища не было, ибо многочисленных окон здания было недостаточно для казни и чтобы приготовить место для повешения следующих ремней с ранее повешенными и умирающими обрезались, трупы оставались в куче и разъяренные ликторы растаскивали их крюками и сбрасывали в реку. И так далее. Скажете, что это все враги и наговор иностранцев. Так вот, я уже Псковскую летопись приводил. Вот есть такая повесть о походе Ивана IV на Новгород, Московицкая, 1570 год. То же самое все перечисляет. Повеле кождого, повеле избиватей, напривеже, палецами, насмерть и так далее. Изымати и всех, короче, поубивати. Поэтому, что такое Новгород для России и для россиян? То есть, для России и для россиян Новгород это приблизительно то же, что узники Бухенвальда для потомков, охранников Бухенвальда. Вот, что такое Новгород для России. Поэтому, еще раз, варяги не являются, не имеют никакого отношения к современной России, кроме того, что их династия какое-то там время руководила на территории России. Варяги это шведы, а шведы в НАТО. В Латтоке жили финны, это Латтоке очень финское название. Соответственно, как и вся Россия имеет название финский, включительно с Москвой. А Русь, Русь это территория Украины. Абсолютно четко, с 4 века, от годского историка Йордана, от псевдозахария Ритера, от баварского географа, от бертинских аналов, от персидских источников. Задолго до любых варягов, Русь на территории Украины. Это просто элементарный научный факт. И с этим фактом российским всем этим фальсификаторам нужно будет смириться. То есть, когда Путин приезжает, Путин приезжает потомок и наследник московитов, которые уничтожили новгородцев, приезжает в Новгород, это все равно, что если бы сейчас был живой Гитлер, он приехал в Бухенвальд. То есть, это приблизительно то же самое. Поэтому, друзья, знайте историю. У России есть много таких народов, которых она поубивала или почти поубивала вокруг себя. Но России современной это не поможет, потому что она наскочила на Украину и на весь цивилизованный мир. С Богом до перемоги. И, друзья, помогаем нашей украинской армии. Счет реквизит я оставляю внизу. И еще раз большое вам спасибо за помощь, реальную помощь через этот канал. Закупка трех автомобилей для вооруженных сил уже произошла, которые освобождают территорию Украины от российско-фашистских захватчиков. Слава Богу, слава Украине и героям слава!